Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов. Сергей Геннадьевич, здравствуйте! Добрый день! Сергей Геннадьевич, начнем с такой банальной, но, наверное, очень важной фразы «Весенний день год кормит». Какие задачи стоят перед аграриями республики в 2016 году? Наступает очень важный, ответственный момент – подготовка к весеннепылевым работам. И, как было сказано, весенний день год кормит. Поэтому нам нужно очень качественно подготовиться и в сроки провести весеннепылевые работы. От этого зависит благосостояние нашей республики и каждой семьи в целом. На каком этапе сейчас весеннепылевые работы? Что делается? На сегодняшний день все идет, скажем так, в плановом режиме. Глава Чувашской Республики Михаил Сичигнатьев перед нами поставил четкие задачи. В 2016 году общая площадь всех посевов должна составить 580 тысяч гектаров. Из них нам предстоит осуществить яровой сев на площади 320 тысяч гектаров. Из них, в том числе, 50% – это зерновые культуры, около 40% – это технические культуры, 6% займет площадь под картофелем. Сергей Геннадьевич, в нашем регионе зимы бывают разные, бывают теплые, бывают суровые. В этом году как зима повлияла на озимые посевы? В 2015 году, под урожай 2016 года, озимые были посеяны на площади 82,5 тысячи гектаров. Из них на сегодняшний день, к счастью, в плохом, в неудовлетворительном состоянии находится всего 0,7% посевов. Это в Приволжском федеральном округе. Можно сказать, пока, и я боюсь даже сглазить, что у нас пока самые лучшие зимы и культуры на сегодняшний день по сохранению. Очень будем надеяться, что в ближайшее время погода нам сюрпризы не принесет. Сергей Геннадьевич, ну вот каждую весну, наверное, аграрий ставит себе какие-то планы, сколько вырастить, какую урожайность получить. Вот в этом году есть ли такие цифры, уже планировали, ставили перед собой цели на будущий урожай? Да, конечно. Что касается зерновых, в прошлом году для всех культур, в целом, и для Чувашской республики год был неплохим. То, что касается зерновых культур, в прошлом году мы собрали, нам удалось собрать 555 тысяч тонн зерна. В этом году мы планируем собрать чуть больше 560 тысяч тонн зерна. То, что касается картофеля, в 2015 год он был рекордным. Никогда в Чувашской республике не было такой урожайности за всю историю. В прошлом году по урожайности картофеля мы заняли в Приложском федеральном округе второе место, по Российской Федерации шестое место. И удалось собрать более 700 тысяч тонн картофеля. Это очень хороший показатель. Здесь мы планы не снижаем, ставим такие же. Наверное, все уже заметили, стоимость картофеля на потребительском рынке сегодня очень низкая. И в то же время сельхозтоваропроизводителям, конечно, картофель хочется продать чуть подороже. В этом году получился небольшой переизбыта картофеля в Российской Федерации, также в Чувашской республике. Если медицинская норма потребления картофеля, скажем так, 97 килограмм, мы потребляем в Чувашской республике и в среднем в ПФО в России 173 килограмма. А произведено картофель на одного человека 235 килограмм. Конечно, переизбыток. И с учетом того, что теперь экспортировать картошку не совсем у нас, скажем так, получается. В прошлом году экспортировано было всего по всей Российской Федерации около 160 тысяч тонн картофеля. Я хочу отметить, благодаря инициативе фракции «Единая Россия» в госсовете, это была их инициатива на территории города Чебоксар. Сегодня создаются ярмарки выходного дня перед рынком, Шубашкар и так далее. В других местах эти площади будут расширяться, будут проводиться в разных районах и дальше. Для того, чтобы убрать посредников, для того, чтобы у производителей была возможность, там не берется арендная плата, чтобы была возможность продавать с этих участков, то есть на этих рынках и у потребителей, чтобы была возможность купить эту картошку без посредников. Если в магазине стоит картофель на сегодняшний день в сетевых по-разному от 15 до 23 рублей, то там на этом рынке можно картофель купить от 7 до 10 рублей. Я считаю, что с учетом того, что общие доходы населения немного снижаются, с учетом того, что каждый человек следит за своим семейным бюджетом, за своими расходами, это очень важно. Сергей Геннадьевич, замечательно, когда организовываются ярмарки выходного дня, сельхоз ярмарки, когда мы можем поддержать селян таким вот, и распродать урожай, и получить какую-то прибыль, это же не секрет, что прибыль они получат тоже, всем будет хорошо, и горожанам они получат продукты, селяне получат какие-то средства. Но ведь сельскому хозяйству все-таки нужна еще и масштабная помощь, из федерального бюджета в частности. Какие средства в 2016 году будут выделены на поддержку сельского хозяйства Чувашской Республики? На сегодняшний день объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Чувашской Республики на текущую дату составляет 2 миллиарда 322 миллиона рублей. Это на 3% больше к аналогичной дате прошлого года. Будем надеяться, что общий объем господдержки селян не уменьшится. Все те программы, которые действовали на протяжении долгих лет и в прошлом году, все они также будут работать. Кроме этих появляются еще и новые формы поддержки. Сегодня субсидируется, как все мы знаем, часть затрат на выплату процентов по инвестиционным кредитам, по краткосрочным кредитам, взятыми, например, для проведения весенних полевых работ. Вот примерно около 11% государства сегодня возмещает процентных ставок. Я считаю, это очень большой плюс. Также работают сегодня, возмещаются сегодня государством прямые затраты на строительство теплиц, на строительство коровников, на строительство картофелей, овощих хранилищ. Конечно, все это очень большой плюс. И все те проекты, которые были отправлены в 2015 году и будут отправлены в 2016 году, я уверен, они все найдут. С учетом того, что сегодня полное понимание с федеральным центром, они все будут рассмотрены и включены в реестр инвестиционных проектов перспективных. Кроме этого, также будут поддерживаться малые формы хозяйствования. Все мы говорим, что любим дешевые кредиты ЛПХ. Кстати, Чувашская республика с момента начала реализации программы развития АПК в Чувашской республике малыми формами кредитования, кредитов получены около 26 миллиардов 400 миллионов рублей. Объем субсидий составил чуть больше 4 миллиардов 500 миллионов рублей. Это очень огромная, я считаю, форма поддержки. И это направление также будет сохранено и поддержано. Также очень много программ на развитие животноводства. Господдержка осуществляется на литр произведенного молока, на закупку племенного скота и так далее. Также в растении, вот свинопокупку элитных семян и так далее, и так далее. На раскачевку садов, также на уход и многолетние насаждения. То есть вот эти все формы поддержки, они также остаются. И также, кроме этого, важно отметить, я считаю, что сегодня активно очень работает, развивается программа устойчивого развития сельских территорий. По этой программе в республике очень много строится. Глава Чувашской республики Михаил Ильич Игнатьев обозначал и в своем послании, и в своих выступлениях, то, что в республике строится как раз по программе устойчивого развития сельских территорий. Фельдшерско-акушерские пункты 100 уже построено, 40 будут построены в ближайшие годы. Это очень огромная поддержка селян, я считаю, то есть создание условий именно в сельской местности, межпоселенческие, скажем так, дороги. Это тоже огромный плюс. Кроме этого, строятся дома культуры. Только в этом году строятся три дома культуры в Цивицком, Урмарском, Яльческом районах. Эти направления тоже будут продолжены. Спасибо большое, Сергей Геннадьевич, что пришли к нам в студию, что ответили на наши вопросы. А я напоминаю, что сегодня мы беседовали с министром сельского хозяйства Чувашской республики Сергеем Артамоновым. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok